Всем привет, друзья! Renault Duster 2.0 Автомат-коробка Заглянув под капот Обнаружили вот здесь Кейч-масло Предварительно Это из-под вот этого датчика Который фазорегулятор Обзавелись вот такой запчастью Номер будет в описании Ну и приступаем к замене Итак, чтобы нам Добраться До датчика фазораспределения Нужно снять клемм С Картушки Самого датчика Фишки Снимается, нажимаете И снимаете Дальше бит на 8 Откручиваем Достаем болт Вот такой Да, друзья Также вам понадобится еще Обязательно Карп-клинер Для того, чтобы Помыть датчик Ну, фазорегулятора Так, вот наш датчик фазорегуляции И еще заведите Заведите с пряточкой Потому что с него капает Вот так вот он выглядит Сейчас мы его помоем Карп-клинером Ну, заодно можно вытащить Картушку Посмотреть, что здесь Здесь видим, что тоже масло Достает и сюда Ну, соответственно Ну, соответственно, тоже Это дело по трем Я еще сейчас выкручу свечку Посмотрю, что вскоре Смотрю, что вскоре Свеча затянута Так себе Так, вот в таком состоянии свеча Ну, неплохо Видно, что она Довольно свежая Сейчас посмотрим зазоры Вот такую штуку на рынке Можете себе купить За 100 рублей Для того, чтобы С помощью щупа Смотреть, какие зазоры На свече Так, 07, 08 Ну, я думаю, что где-то Вот она у нас 08 08 проходит 09 смотрим И 08 проходит Ну, и 1, 0 Короче, вот 0,9 Где-то 0,95 Зазор у нас Потому что 1, 0 уже не проходит Ну, это как раз Ну, норма Для свечей На данный автомобиль Ставим назад свеч Ну, и 1, 06 А это мы Приклеиваем Сейчас Встреча притягиваем так запираем картошечку смотрим обязательно вот это уплотнение чтобы оно было в полном порядке протираем под ним его можно даже снять и почистить вот так вот снимаете и прям почистили оно мягкое у меня к нему претензий нет устанавливаем назад и устанавливаем картошечку предварительно еще желательно протереть свечной колодец да ну и чтобы вы увидели состояние всего этого не очень да и вытираем то есть и вот 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 Ну вот как-то так. И вставляем обратно модуль. Зажигание. Почему-то французы сделали так, что чтобы вытащить этот модуль зажигания, надо в любом случае сначала вытаскивать фазорегулятор. Так, мы едем дальше, достаем сальник. Отвертка не достается. Сейчас попробуем, какими-нибудь фазорегуляторами. Вот такие фазорегуляции пробовал. Так. Короче говоря, что-то ничего не будет. Чтобы сделать аккуратно, но не получается. Так. Сейчас попробую вот так его. Тоже метод здесь у нас. Трасс. Трасс... Трасс. Трасс. вас получится друзья я вытащил с помощью вот такого вот ключа засунул туда так поддел значит но и за сам ключ тащил после губцами вот так все он выскочил вот в таком состоянии старых он дубовый напрочь вообще прям дубовый дубов прямо вот это тоже все все дубовое в общем короче говоря ну что дальше дальше протираем посадочное сначала тряпочкой протираем всю грязь кстати да я модуль вытащил потому что с модулям очень тяжело это делать сначала просто тряпочкой снимаем основную грязь потом немножко можно очистителем но только не без фанатизма потому что этот очиститель попадает в масло так после того как там все идеально очистили вот в таком состоянии у нас колодец ну там чуть-чуть попала вовнутрь но я уже не стал туда лезть значит дальше после того как очистили берем вот такую оправку на 27 но это не оправка это соответственно просто битом наш новый сальник прокладка ее можно смазать немножко маслом можно прям чтоб не париться взять ну не получается я вот такое масло взял это от коробки автомат декстрон 3 намочили палец и смазали вот эту кромку вставляем доставили достаем нашу оправку смотрите он прям сам утапливается я даже молотком не подыгрываю просто так вот надавил и пошатал вы видели да усилия ну среднее ну все все встало еще можно еще уверенности просто рукой побить но не молотком все получилось остатки масла убираем сальника так теперь мы вставляем наш вставляем наш вставляем наш модуль зажигания фазорегулятор вставляем фазорегулятор ну как то так отправили и обратно болтик бита здесь на 8 закручиваем, было закручено без фанатизма, откручивалось от руки также от руки чуть-чуть можно дать небольшое усилие мы вставляем обратно клеммы фишки вуаля, ремонт произведем, теперь там стоит новый сальник и по идее эта мократа вся должна уйти старый сальник, вот он, состояние борт беда у него номер еще раз, вот он ну а кто любит чистоту, вот это место можно еще раз пройтись очистителем и протереть пляточкой всем спасибо, всем пока